Веские причины Одна из них состоит в том, что Солнце наше не вечно. Примерно через миллиард лет оно исчерпает, в топочке термоядерной исчерпывается водород, оно начнет раздуваться и одновременно тускнеет. Через какое-то время, через пару-тройку миллиардов лет оно достигнет орбиты Меркурия, потом Венеры, и к этому времени на Земле уже будет невозможна не только разумная жизнь, но вообще никакая жизнь, даже бактерии жить не смогут. Естественно, что до той поры человечество, если оно само себя как-нибудь не сживет за это время, ну надо куда-то перебираться вообще. Просто потому что Солнечная система не вечна. Если мы хотим жить вечно, как человечество, как культура, как форма жизни, нам придется путешествовать между мирами. Получается, что у нас около миллиарда лет, но это как бы много, это все очень отдаленно, это никого из нас в принципе не касается, но это не единственная причина. Есть более безвестные угрозы, я здесь расположил в порядке наибольшей вероятности их, что ли. Самое серьезное, это конечно ресурсы. Рано или поздно мы исчерпаем природные ресурсы, здесь на Земле невозобновимые природные ресурсы, и нам придется что-то с этим делать. Искать их за пределами Земли, за пределами нашей системы. Следующая причина, веская, это ледниковый период, который рано или поздно наступит. Дело в том, что мы живем в конце очень теплого межледниковья, которое вот-вот закончится. И если совпадет, ну в принципе мы сейчас живем в период минимума солнечной активности, который продлится в ближайшие лет, лет 50-70. Если в этот период, 50-70 лет, случится такое кластерное извержение вулкана, когда несколько крупных вулканов извергнутся, либо один сверхкрупный, вроде Елоустонского, то у нас на планете наступит ледниковый период. В северном полушарии такой ледниковый щиток, он все покроет, и цивилизация, скорее всего, это очень тяжело будет пережить. Это на самом деле больше шансов, если поговорить с кроматологами, основания вот этого опасации гораздо более веские, чем пресловутого глобального потепления. Следующая причина, возможно, все понятно, что прилетит стероид, вы все смотрели фильм «Армагеддон», это понятно. Ну и еще одна штука, это гамма-всплески. Дело в том, что иногда неподалеку от нас может учиться такая штука, как гамма-всплеск, это получается, что выплескивается огромное количество радиации, гамма-радиации, которая может просто стерилизовать жизнь на нашей планете. Считается, что такое могло бы быть уже в нашей истории Земли несколько раз, и оно раньше приводило к глобальным вымираниям. То есть когда 70% всех видов, которые бы жили на планете Земля, вымерли, 90% — это все тоже такая штука серьезная, но когда она случится, это никто не знает, поэтому я ее последний поставил. Дальше, следующий пункт, что мы делаем, чтобы перебраться куда-нибудь. Это на самом деле очень болезненная тема, потому что вот уже прозвучало, что когда мы полетим в космос. Дело в том, что то, что мы называем космосом, это не вполне космос. Сейчас дальше объясню, почему. Думаю, все знают, в каком году сделана вот эта фотография, вот эта фотография сделана вот в этом году. Ну, то есть между этими фотографиями прошло 55 лет. Кто в зале знает, на каком расстоянии вот эта вот фиговина вращается вокруг Земли? 200 километров. Отлично, отлично, прямо знаем. Классно, 400 километров. 400 километров. Вот, посмотрите, получается какая штука. Полетели мы в космос, прошло 55 лет, и вот мы на расстоянии 400 километров от Земли. Если мы опустим эту станцию ниже, ее притянет в протяжении Земли, и она просто упадет. Ну, поэтому надо регулярно там двигатели включать, чтобы она повыше держалась, изменять ее орбиту. А если она полетит дальше, случится кое-что другое, о чем я расскажу чуть дальше. Вот, ну, в общем, вот так вот. 55 лет, и где космонавтика-то? Ну, да, мы летали вроде бы как на Луну, там ненадолго, на неделю туда, назад, все. А такой настоящий форпост, это вот наша международная космическая станция. Ну, еще вот у китайцев есть своя там станция тоже. Ну, это 400 километров. Вот, это все вызывает недоумение, вопросы. Вот, вот такие, например, где Марс, где мы на Марсе? Где колонии на Марсе и Луне? Где вообще любые полеты человека за пределы вот магнитного поля Земли, продолжительнейшей? Ну, дольше, чем вот как мы летали на Луну, да, мы американцы летали. Где вообще любые пилотируемые полеты после 1972 года? В общем, сплошные вопросы, это все вызывает очень много недоумения у людей, потому что, в принципе, про это как бы, ну, особо это не рассказывается. В общем, есть причины веские, да, у этого всего. Одна из веских причин, ну, это невесомое, в том, что человеческое тело, оно плохо переносит низкую гравитацию, ну, ну, любую гравитацию. Прежде всего, деградирует сердечная мышца, потом проблемы с костями и с мышцами. Ну, страшнее всего, конечно, для сердца это. Есть рекорд, максимально 438 дней примерно человек пробыл вот в условиях нулевой гравитации. Дольше не получается. Можно это как-то с этим бороться, принимая лекарства, занимаясь специальными упражнениями, ну, вот пока вот рекорд 438 дней. Это тоже серьезно. Потому что если мы собираемся лететь на Марс, то там лететь примерно 8 месяцев на уровне. Ну, больше года, да. То есть он полетит туда, потом полетит обратно. Факт, что он на Земле будет все чувствовать уже нормально. Да, да, да. Даже при замененных условиях, при лекарствах, при тренировках, вот 438 дней. Это мало. Ну, год с небольшим. Ну, там… Так, чего это я… А, да, все верно. В общем, следующая причина, она тоже понятна, логична. Это средства, это все дорого, космос. Более того, пилотируемая космонавтика, она очень дорогая и очень ненадежная. То есть мы можем отправить робота, или мы можем, потратив на 2-3 порядка больше средств, ресурсов, отправить туда одного человека. Почему? Потому что отправить человека, надо отправить туда кислорода, отправить ее с темой жизнеобеспечения, еду ему какую-то. В общем, вот эта вот вся инфраструктура вокруг человека, она очень дорога, очень тяжела, очень ресурсоемкая. Это топливо дополнительное, чтобы эту массу таскать. Робот отправить на порядки, на 2-3 порядка дешевле. Поэтому космонавтика такая штука, ее надо оправдывать, в том числе и материально. В общем, много вопросов по поводу того, зачем вообще это нам надо, сколько это денег тратить-то, зачем. И самая веская причина. Вот, собственно говоря, о ней я буду говорить подробнее, потому что от того, насколько человечество научится решать эту проблему, зависит космонавтика будущего. В основном буду говорить про это. Это космическая радиация. У нас состоит из таких компонентов. В основном здесь, в районе Земли, это солнечное излучение. То есть это солнечный ветер, это солнечные вспышки. Все это опасно, но не так опасно, как вот это, космические и галактические лучи. Вот в пределах Солнечной системы галактические лучи, в районе Земли их мало, в районе Марса их уже гораздо больше. То есть чем ближе к Солнцу, тем их галактических лучей меньше. Они самые опасные, в них больше всего энергии, в них больше энергии, чем можно закачать туда большой адронный коллайдер. Если такая штука попадет в вас, вот говорят же, что радиация невидимая убийца, не слышимая. Вот вы облучаетесь, ничего не чувствуете, нормально себя вполне ощущаете. А вот эту штуку вы прям физически ощутите, если она в вас попадет. Вот, такие там мощные, мощная такая энергия. Вот, ну и, значит, вопрос, да, почему не убивает космонавтов это все? Ну, у нас вот, на МКС, это очень просто объясняется. Дело в том, что вокруг Земли есть магнитное поле. А вот, дело в том, что в мантии Земли, она в основном, ну, стоит из железа, там есть железо, а вот железо циркулирует, железо как бы проводит электричество. И вот за счет того, за счет движения мантии, образуется мощное магнитное поле, которое отклоняет солнечный ветер, отклоняет там солнечные вспышки и вообще делает возможность жить на Земле. Потому что, в противном случае, она была просто стерильной, если бы не мощное магнитное поле. Вот, наличие этого мощного магнитного поля вообще главный фактор, появится на этой планете жизнь или нет. Вот. Вот, если бы мы взглянули на Землю со стороны, если бы можно было визуализировать радиацию и магнитное поле, это выглядит примерно так. Вот такой щит из радиации, пояс радиации, и вот такие синенькие магнитные поля. Вот. Если бы не магнитный щит вокруг Земли, у нас вот эти вот все фотографии были бы невозможны. Вот эта фотография, вот эта вот фотография. И вообще вас сейчас удивит вот эта вот обстоятельность. Дело в том, что международная космическая станция, она вообще не в космосе находится, она находится в верхних слоях атмосферы. Вот. Вот на циферку на последнюю наверху посмотрите и вспомните, на каком расстоянии находится международная космическая станция. В общем, все наверняка знают, что это за штука такая. Ну, это, в общем, ровер марсианский Curiosity. Когда его отправляли американцы, они у него присобачили такую штуку, которая называется RAD. Это специальный прибор, который был предназначен для того, чтобы измерять количество поглощенной радиации. Это нужно было для того, чтобы выяснить, а вот когда космонавты будут летать, сколько радиации получится время полета. Вот он намерил, это так уже результирующие оценки, что он там намерил, потому что кто-то полетит туда, 500 дней там, потом 500 дней обратно. Вот получилась вот такая доза. 1,1 зиверт. Много это или мало? Сейчас объясню. 1 зиверт – это вот доза, которую разрешается получить космонавту, в принципе, за всю карьеру. Американскому космонавту. У нас чуть-чуть побольше, чуть-чуть совсем. Из чего эта цифра вообще возникла? Дело в том, что при дозировке чуть-чуть больше, до 1,5 зиверт, на 25% повышается риск всяких там злокачественных опухолей, что очень серьезно. Ну, вроде бы не так много, но там есть проценты, 25%, ничего такого-то. Но, если одно дело, вы заболели неподалеку от Земли, 400 километров. Что такое 400 километров? Протяженность Омской области с севера на юг 600 километров. А вот, значит, вы заболели на орбите. Какие проблемы? Оп, вас так эвакуировали и подлечили, спасли. Другое дело, что, когда вы находитесь в 400 миллионах километров, эта помощь скорая невозможна. Если вы заболели по дороге, то вы, прилетев, просто умрете. Вам это не поможет. Вас не успеют эвакуировать в течение года. На эвакуацию с Марса человека потребуется один год. Потому что есть такие болячки, которые убивают, если диагноз поставили, они могут вас убить за несколько месяцев, за два, за три месяца. Еще одна. Это не все плохие новости. Дело в том, что то, что там намерил Curiosity, это было сделано во время так называемого спокойного солнца. Такое бывает не всегда. Солнце иногда выбрасывает солнечные вспышки. И вот в этой ситуации доза, вот эта 1,1 зилверт, она может увеличиться. Вот так вот, на порядок, примерно. Это очень интересно, но интереснее всего вот это вот. То есть, если случится солнечная вспышка серьезная, она долбанет по космическому аппарату, долбанет по космонавтам, то вот они, скорее всего, просто не долетят до Марса. Вот. Еще одно плохое обстоятельство. Мы плохо, мы не знаем. Мы примерно знаем, вот сейчас Солнце активное, а вот сейчас Солнце не очень активное, но прям точно прогнозировать вспышки, вот там через месяц она долбанет, надо успеть пройти. Такого нет. Мы не можем прогнозировать солнечные вспышки точно. Вот прям вот так вот, на несколько лет вперед. А путешествие на Марс, оно будет длиться 2-3 года. Это серьезно. Это значит, что мы очень здорово рискуем живыми космонавтами. На самом деле, это такая вот проблема. Да, можно попытаться защитить космический корабль от радиации. Есть несколько способов. Один самый такой перспективный, наверное, заключается в том, что надо попробовать создать вокруг космического корабля, искусственное магнитное поле. Этим сейчас американцы оценивают возможности этого. Но проблема только одна. Проблема даже не в этом. Проблема вот в чем. Проблема в том, что таких источников электроэнергии на Земле их нет просто. Это как будто это как несколько атомных электростанций крупных на Земле. Их надо как-то сделать компактными и поднять в космос. Вот такая задачка инженерная. Можно попытаться защитить космический корабль тупое вещество. Ну, такой экран из него из вещества создать. Есть варианты. Он помимо свинца. Синец тяжелый, таскать неудобно. Плюс он по ряду причин неудобен. Вот можно использовать полиэтилен. Он хорош тем, что в нем много водорода. И он защищает лучше даже, чем вода. То есть полиэтилену надо всего 4,5 метра, а здесь 5-6 метров надо. Вроде бы как бы, ну, что такого? Полиэтилен легкий, можно поднимать, поднимать, поднимать. Какой специальной упаковке ему не надо. Построили такой щип большой. Ну, вот проблема еще вот в чем. Дело в том, что щип из вещества, он способен накапливать радиацию. Через какое-то время, вот на одно время он работает как щит от радиации, а через какое-то время он накапливает ее, начинает, там появляются затопы веществ радиоактивные, и он сам превращается в источник радиации. Вот такой вот мы огромный корабль построили, защитили его со всех сторон. Он так долетел до Марса за год, поболтался на орбите Марса еще там, год пока экспедиция обратно, космонавты поднялись, год пока летит, они там все померли, потому что радиация. Помимо того, что излетит из космоса, она еще вот в щите в самом накопилась. Вот, проблему эту решить можно, но она как бы временная получается. Надо вот 5 метров воды, надо сделали 10 метров. Вот она радиацию копит дольше. Вы понимаете, да, сколько надо воды поднять? Тысячи, десятки тысяч тонн, это дико дорого, потому что один килограмм поднять на орбиту стоит 25 тысяч долларов. Вот так вот умножьте. В общем, сама по себе постройка пилотируемого марсианского корабля, ну, то есть с людьми, это очень дорого. Но если строить еще и, учесть еще и радиационную защиту, которая нужна, это вообще абсурдно дорого, и это неподъемно. Не то, что там в одной стране, а даже в каком-то консорциуме стран пока вообще неподъемно. И вот в этой связи, в связи того, что вы сейчас узнали, я вам с вами предлагаю оценить вообще полезность вот такого рода экспериментов. А вы сейчас много о них слышите, что там даже сейчас какая-то российская участница есть в такого рода вещах. Но дело в том, что основная проблема всех этих вещей, она в том, что стоит, что основная проблема путешествий к Марсу, она вовсе не в том, что какие-то проблемы с изоляцией, какие-то проблемы там. Она в радиации. Если в этих экспериментах на Земле не учитывать радиацию, то это вообще ни о чем. Это никаких научных данных не дает. Вот в недавнем совершенно исследовании, несколько лет назад, просто взяли мышей, поместили в условия, которые будут находиться как бы на Марсе, космонавты. То есть облучали их определенными атомами элементов. У мышей просто интеллект отказал. То есть мозг не погиб, просто на них развелось слабоумие от радиации. И вот эти люди, как бы псевдо-астронавты, которые имитируют ситуацию на Марсе, это совершенно бесполезно. А еще более бесполезная вот эта вот штука. Это вообще, я считаю, откровенная афера, когда вот это вот видите, сразу начинаете плеваться. Потому что люди обещали запустить экспедицию к Марсе в 2025 году, потому что объективно существует вообще даже технологии для того, чтобы обеспечить там какой-то вот сам процесс полета и живой доставки туда астронавтов и какое-то нахождение их там. Но я об этом сейчас подробнее буду рассказывать. Вот, собственно говоря, поговорим о колониях на поверхности других планет, в том числе Марс. Вот так вот они выглядели в фантастических фильмах, которые вы наверняка видели, что на Луне, это вот все на Марсе. Многое вот из этого все увидели, картинки такие. Это все знакомо. Это вообще вот могли видеть в фильме, вспомнить все еще со Шварценагена, такой город под тарзачным куполом. В общем, для вас, может быть, для кого-то будет сюрприза, но вот это вот все, это вот, в общем, неправда это все. Мягко говоря. Первый факт, который нужно знать, у Марса нет магнитного поля. То есть оно есть, это очень слабенькое, 800 раз слабее земного, и оно вот так сконцентрировано в районе Южного полюса. Будем строить колонию, придется строить вот там, в Южном полюсе, и на поверхности ее строить бессмысленно, потому что, ну, вы сами понимаете. Вот, значит, магнитное поле нет, отсутствует радиация, вся из космоса летит, поверхность спокойно достигает, ничего ее не задерживает. То есть, получается, летел астронавт в космосе, получал дозу, приземлился, устроился в колонии, продолжает получать дозу. То же самое вообще. Атмосфера. Атмосфера, это тоже серьезно. Атмосфера сама по себе считает радиации. Ее нет. Она в сто раз слабее. То есть, меньше одного процента давления атмосферное. То есть, ты снялся, вышел без скафандра, хоп, и умер. Все. Распометизировался с скафандр, ты умер. Вот. Таких вот представлений раньше были, что на Марсе можно там ходить с масочкой такой, знаете, без скафандра. Дышать просто и все. А что там, кислорода нет? Это не работает. Там произойдет страшный перепад давления в сто раз. Такого нет, в принципе, на Земле. Ну, есть как бы способы вот это вот все чуть-чуть подрешать. Но я попозже об этом сейчас скажу. В общем, первый риторический вопрос. Сможет ли человек укрыться от радиации на поверхности Марса? Второй. Ну, вот, например, от таких вот вещей, да? От галактических лучей высоких энергий. Второй вопрос вообще. Понятно. В общем, примерно вот так вот должна выглядеть колония, для того, чтобы человек на Марсе чувствовал себя, ну, не то что комфортно, но хотя бы жить мог какое-то время. Вот. Непродолжительный. Вот. Ну, вот на самом деле вот так вот. Это вот 2-3 метра должна быть глубина, чтобы просто защититься от радиации солнечной. Вот эти вот такие вот проекты есть. Такие вот еще проекты есть. Но это тоже плохо все. Это все очень плохо, потому что я уже сказал о том, что на Марсе большую угрозу, чем на Земле, представляют именно галактические лучи. Они попадают высокой проникающей способностью. Очень глубоко пробивают. Там 2-3 метров будет мало. Надо будет закапываться на километры, на десятки, может быть, даже километры. Сейчас объясню, почему. Вот. Вот так что сказал, да? Солнечная радиация — это все ерунда. От нее можно защититься от галактических лучей, защищаться будет сложнее. И, в общем, первая причина — это экономия тепла и экономия электроэнергии. Вы туда прилетели на Марс, вам надо с собой притащить прорву просто ядерного топлива, чтобы хоть как-то эта станция была долговременней. Если вы закопались глубоко, там считается, что Марс не совсем мертвый, чуть-чуть там есть тепло, и это очень хорошо. Позволяет экономить просто энергию. Вторая причина — если мы закопаемся очень глубоко, на десятки километров, на 20 километров, например, на 30 километров, на Марсе это не так опасно, как на Земле, потому что Марс внутри остывший считается. Там твердое все, не жидкое. Можно закопаться глубоко, и это хорошо. Почему? Потому что чем ниже ты закапываешься, тем больше там давление атмосферное. Там оно очень слабенькое, а тут оно может приближение к земному немножко. Ну, недалеко от земного, как будто на высоких-высоких там, шеститысячниках будешь находиться. Но тоже можно ходить с маской кислородной, ты не взорвешься, у тебя глаза не вылезут ниоткуда. Это круто, это здорово поможет. Еще и потому, что, например, у тебя в своей станции случилась разгерметизация, какая-то дырочка возникла, если у тебя это на поверхности произойдет, у тебя просто взрывом улетит весь твой кислород, воздух, и все погибнут. Ничего не успеете сделать. Если это произойдет вот здесь, в глубине, будут прокопаны такие шахты глубокие, многокилометровые, там будет размещена станция, если там это случится, то это будет дырочка, через которую будет медленно вытекать воздух. А тут дырочку можно найти и заклеить. У вас будет на это время. Это важный фактор, о котором редко об этом можете услышать. Поэтому закапываться надо глубоко, крайне глубоко. Метеоритная угроза, в принципе, объяснять ничего не надо. Если прилет какой-нибудь обломок астероида, если вам хлопнется, даже не то, что обломок астероида, если даже мелкий камушек прилетит, его атмосфера не сожжет, как на Земле. Вот этот купол ваш стеклянный пробьет, и все. А крупный камень, если упадет рядом, и вы находитесь на глубине 20 километров, вы вообще даже ничего не узнаете об этом. Не почувствуете ничего. Есть еще один такой психологический момент. Как мы себе представляли это все в фантастики научной. Вообще смысл есть нам лететь на Марс, и мы там будем жить всю жизнь. Как кроты какие-то. На глубине многих десятков километров, километров, без возможности показать, кому снаружи, потому что вы сунетесь, хоп, радиацию, хоп, дозу схватили. А вообще кому надо? С одной стороны, не проще ли просто с Земли управлять роботами? На самом деле не проще. С Земли сигнал летит, лететь будет туда минуту, ну, меньше минут, несколько секунд, долго очень. А если вы находитесь там, вы все-таки будете этим управлять более-менее так, в прямом эфире, что ли. Поэтому лететь надо, ну, и надо закапываться, да, ну, вот, будет тяжело. Нет, я вот не считаю, что есть такие, есть прям специалисты, которые, зная все, что вот мы сказали, они говорят, что мы никогда вообще никуда не полетим. Вот. Такие пессимисты. Я вот в этом вопросе являюсь оптимистом. Я считаю, что мы полетим. Есть как минимум два пути. Я вижу как минимум два пути, какие мы вот можем эти трудности преодолеть. Но не сразу, не скоро. Долго будем преодолевать. Это дорого будет, но это, в принципе, возможно. Первый способ – это инженерия наших собственных тел. Вот эта вот бактерия с таким вот произносимым, трудно произносимым названием, но переводится как ужасная ягода, радиационно-упорная ужасная ягода. А журналисты еще называют вот так вот, Conan-бактерия. Особенность этой бактерии в том, что она удерживает совершенно какие-то жуткие дозы радиации. Эта цифра вам еще ни о чем не говорит, вот это вот должна кое-что сказать. Да, сейчас еще раз. Вот 15 тысяч грей и 5 грей, чтобы вы в порядке почувствовали разницу. Вот. Да, она может, ее сейчас ученые пытаются использовать для того, чтобы вот опасные радиоактивные отходы она лопала и превращала в менее опасные, в менее растворимые. То есть вот для этого вот ее собираются использовать и вполне вероятно, она будет для этого использована. Она даже для этого ей не надо впадать в спячку. Она не образует спор. Она ест, питается, совершенно прекрасно себя чувствует вот при таких жутких совершенно вещах. Ее нашли в оболочках атомных реакторов, в водных оболочках. Вот там излучение чередков, видите, все так красиво светит. Вот там прекрасно обитает эта бактерия. Ничего там больше не обещают, обитает, кроме нее. В общем, это чудо-что. Чудо-чудо-существо. Вот. С этой бактерией провели такой чудесный эксперимент. Ее пытались использовать в качестве носителя информации. В ее ДНК закодировали индекс песни несколько раз, потом посадили ее там на чашку Петри и так сто поколений, пока она там делилась, ждали. Потом взяли, просеклинировали ее ДНК снова через сто поколений и посмотрели, есть ли там мутации. Ну, при обычных условиях, как при нашей радиации, обычной земной. И там не было вообще ни одной мутации. То есть, в принципе, теоретически эта штука может выжить ядерную войну, пережить прекрасно, она может там миллиард лет пройти, сотни миллионов лет. И она вот эту информацию сохранит. Можно книги записывать с гарантией, что они сохранятся. Классная штука. Вот. Вот. Это не единственная бактерия. Вот даже простой поиск по ключевому слову радиодуранс, он дает как минимум 10 других таксонов биологических. То есть, это не только бактерии, но в основном бактерии. Это просто Википедия. На самом деле, это минимум, который знает Википедия. Их больше гораздо. Вот. Есть, ну, можно сказать, что вот, ну как бактерии, они же одноклеточные, у человека многоклеточные, это же так далеко между друг от друга. Ну, вот. Есть такое существо, которое многие из вас наверняка знают по интернет-мемам. Это тихоходочка. Тихоходочка, тихоходка, Тордиграда в латыни, она замечательна тем, что прекрасно себя чувствует в открытом космосе. То есть, вы можете ее высушить, засунуть в открытый космос, пробовал, продержать ее несколько месяцев или лет, потом, пустить ее на Землю, капнуть на ней водички, она будет оживет, и будет плодиться и размножаться. Вот такое существо. и вот, оно тоже выдерживает жуткие, жуткие уровни радиации. Вот. Ну, меньше, чем бактерии. Вот, видите, 15 тысяч грей, она вот в три раза меньше. Но все равно, вот сравнить с человеком. Я вот здесь прямо такой объективный масштаб нарисовал, что человека при таком вот масштабе его должен быть не меньше одного пикселя. Раньше я делал этот слайд так, что там был виден маленький человечек, но я решил, что не буду этого делать, и так будет честнее. Вот. Так. Вот. Так. В общем, главный вопрос космонавтики будущего, он формулируется так, сможем ли мы создать радиационно устойчивого человека. Если мы сможем это сделать, ну вот, будет космонавтика будущего. А не сможем, но не будет космонавтики будущего. Мои оценки очень такие умеренные. Считаю, что в принципе, при том уровне знаний, который у нас есть сейчас, можно рассчитывать на подобное лет через 100, например. Вот. Единственный ли это путь? Нет. Есть еще второй. Более того, вот последние так лет 60-50 мы этим путем и двигаемся. Это использование роботов. Вот, например, список роботов всех, которые мы когда-либо отправляли к Марсту. Примерно из них половина до Марста не долетела. Ну вот, мы очень активно этим путем движемся. Используем роботов, используем зонды дистанционные. Вот. Но ведь это все как бы хорошо. Роботы, роботы, но хочется побывать там лично, увидеть это все. Ну, все не так плохо, есть шансы это сделать. Но для этого придется решить еще одно проблему. Вот, здесь такой фантастический сериал, многие из которых, многие из вас его видели, наверное, это черное зеркало вот одной из серий. Вот такой гаджет был показан. Вот этот вот яйцеобразный гаджет, в нем находится личность человека оцифрованная. Вот такой концепт интересный. Вы тоже удивитесь наверняка, если я вам скажу, что такие штуки мы уже умеем делать. Правда, не для людей. Вот для такого червяка умеем делать. Червяк тоже известен тем, что мы знаем о нем практически все. То есть мы знаем каждую его клеточку, мы знаем его нервную систему, мы знаем все о нем знаем. Вот гены его полости, все знаем. Просто каждый ген, каждую молекулу этого червя мы знаем. Естественно, мы знаем все его нейроны, их не только их немножко, всего 302. И уже давно сделана вот такая вот карта этих нейронов, как связи между ними. Такая штука называется коннектом. Собственно, это, говоря, этот червяк, это первый коннектом, который был создан. Полный коннектом. Это карта связи в нервной системе, карта связи между клетками. Следующим шагом сделали вот, что это был 2014 год. Так, можно мне коллеги, коллеги, кто здесь? Кто, кто? Кто, кто здесь? Кто здесь? Пожалуйста, запустите мне видео. Запустите видео, пожалуйста. Вот видите, не работает. Раньше работал. Я волнуюсь. В общем, этот коннектом, сделали модель этого коннектома, оцифровали его и просто посадили в робота. В нем нет никаких программ, которые управляют куда ему двигаться, на что реагировать. Вот он сам реагирует, вот он натянется на препятствие, такой, оп, откатится назад и поищет другое направление куда двигаться. Он ждет себя полностью как червяк, благодаря тому, что в нем есть копия червя. Нет никакой программы, которая ему поговорит, что делать. Это полностью коннектом. Червя ему говорит, как реагировать на что. Вот он у него датчик, активный датчик, вроде щупа, приблизился к репятству, раз и пошел. Он так может, вот он там с истом подзывает, он там еще какая-то, видимо, еще и звуковая штука. Вот дальше. В общем, проблема формулируется следующим образом. Берем, создаем коннектомы все более сложных организмов, например, вот крысы или даже человека, садим их в роботов и смотрим, как они себя вести точно сложнее, не сложнее, это очень интересно. И вот мы ждем, когда вот это все выполнить возможно. Научимся рано или поздно нацифровать каких-нибудь насекомых, потом, лекопитающих, и человека рано или поздно. В общем, проблема решена с космонавтикой, может быть, решена радикально. Берем, встроиваем личность с человеком, садим его в аватара, он летит, аватар радиации не так чувствительен, как биологические организмы. И мы как бы там, вернее, это не мы, конечно, это копии наши, но тем не менее, это большой шаг вперед. Человек может таким вот образом попутешествовать в космосе, страдая от радиации. Вот такой вот товарищ футуролог Рэй Курцвилл, он прогнозирует, что это случится не раньше, где-то лет через 25-30. Моя позиция, на этот взгляд, более пессимистична, я считаю, что это можно нанести больше времени. Сейчас объясню, почему. Первая причина состоит в том, как делаются коннектомы. Коннектомы делаются сейчас из только мертвых мозгов. Из мертвых мозгов. То есть мы живого человека оцифровать не можем. Даже червя не можем живого человека оцифровать. Вот здесь вот на этой картинке показано, как специальный такой краудфандинг, краудсорсинговый проект, в котором люди создают коннектом сетчатки глаза мыши. Вот по таким гистологическим срезам справа. Их много-много-много таких срезов. И вот из них создается трехмерная модель всех нейронов сетчатки. Если нам получится это сделать, дальше это будет уже мозг. Это будет научен специальный алгоритм, самообучающийся по срезам гистологическим, делать это автоматически. С помощью этого проекта называется он I-Wire. Проблема в том, что это мертвые мозги, а нам нужно живого человека как-то оцифровать. Есть надежда, что со временем мы технологию МРТ каким-то образом прокачаем до такой степени, что будет давать разрешение в отдельные нейроны. Тогда мы сможем получать картинки, карты активности мозга с разрешением в один нейрон. Это даст шанс оцифровать живого человека, психику живого человека. Но это тоже все не так просто. Дело в том, что сам по себе коннектом, он не является копией личности человека. Получается, что это такой бредный человек. Это такой мгновенный снимок его мозговой активности, его памяти. Он не сможет как бы какой-то не будет психика, он не сможет мыслить, не сможет волевые какие-то свои качества проявлять. Почему? Сейчас объясню, почему. Дело в том, что есть вещи, которые мы умеем делать. Собственно, коннектом. Что такое коннектом? Это карта клеток, как они расположены в пространстве и как они друг с другом связаны. Это мы делать умеем. Но в живом мозге клетки вот эти связи между друг с другом переключают. Называется это нейропластичность. Хоп, переключилась, хоп, переключилась, хоп, переключилась. И вот это мы оцифровать не знаем как, не умеем пока. Нет даже теоретических подходов, как это можно сделать. Следующая трудность состоит в том, живые нейроны это вовсе не пустые кругляшки, это клеточки живые, они друг от друга отличаются функционально, ведут себя по-разному, реагируют по-разному. Это мы тоже не знаем как оцифровать эти индивидуальные различия между клетками. Возможно, это и может иметь значение серьезное. И самое главное, этих клеток число не постоянно, коннектом это стабильная, статичная карта. А в мозге в живом клетки делятся, больше становится или меньше становится. Собственно говоря, за счет этого происходит обучение. Часть клеток гибнет постоянно, которые не используются, нейроны, и связи между ними, которые не используются, они гибнут. Это позволяет нам такой эволюционный процесс в мозге происходит, нужные клетки остаются, ненужные клетки уходят, и за счет этого происходит обучение. Это все можно моделировать. Как это сделать на индивидуальном уровне, вот этот человек у него вот так, мы пока не знаем. Но я считаю, что эти трудности в принципе преодолимы, может быть, со временем теоретические подходы к этому быть разработан, и космос станет для нас ближе. В следующий этап мы будем говорить о том, как вообще возможно ли перелеты между звездами. Первый момент, который мы будем выяснить, куда нам лететь. Лететь нам есть куда, это в том, что известно на данный момент уже около 2700 экзопланет, то есть планетных систем, планет у других звезд. Солнце не у нас есть своя планетная система, а есть другие звезды, у которых есть свои собственные планетные системы. Среди этих экзопланет в нашей галактике оценивают это число экзопланет в 100 миллиардов, и из них, возможно, 5-20 миллиардов являются землеподобными, то есть они находятся в так называемой обитаемой зоне, то есть на определенном расстоянии от своего светила, на котором, возможно, жидкая вода. И они являются по размерам близкими к Земле, то есть нам не подходят газовые гиганты по понятным причинам, мы не можем там жить, и не подходят такие тела вроде нашей Луны, которые слишком маленькие, слишком маленькая гравитация. Нам нужно что-то среднее ближе к Земле. И вот таких вот земель в нашей галактике насчитывается пример. Ну, в общем, такой разброс, видите, большой, потому что это теоретические обобщения, все. В общем, лететь нам есть куда, в данный момент мы знаем даже уже вот столько вот планет, куда, вот конкретно, где есть, вот вроде бы планеты, которые похожи на Землю. На самом деле, это их еще больше, это цифры 2013 года, с тех пор там 2 или 3 новых планеты добавилось. В общем, до ближайшей из них, которая находится в системе Тауки, там нам лететь, ну, нет, не лететь, она находится на 12 световых годах от нас. Много это или мало? В принципе, вроде бы немного. Берем, разгоняем космический корабль до скорости света, за 12 лет он долетает. Вроде бы просто, да? Ну, ладно, до скорости света не разгоним. Разгоним до половины скорости света, долетит за 24 года. Тоже нормально, одно поколение. Хорошо. Но не все так просто. Дело в том, что такие вот космические корабли, даже если мы снабдим их там щитами от радиации, а радиация между звездами очень жесткая, я это уже дал понять, это галактические лучи, там себя чувствуют прекрасно, Солнце их не отталкивает, не гасит. Вот. Самое главное, что на таких скоростях межзвездные пространства у нас становится опасным. Дело в том, что на обычных скоростях десятки, сотни километров в час мы не чувствуем того, что вообще там газ, там газ и пыль. На обычных скоростях газ и пыль мы их не ощущаем, да? Но если мы разгоним корабль и скоростей сопоставим со скоростью света, вообще никакие щиты из льда многокилометровой, сверхтвердых каких-то там материалов, из магнитного поля, они вообще нам не помогут. Абсолютно. Потому что на таких скоростях газ и пыль просто уничтожат кораблики и дрени и фени. В разумные такие периоды за несколько лет. А нам лететь там до сотни лет, да? Я сейчас объясню вообще, почему. Вот. Всякие там вар-двигатели и гиперпространственные межки, про которые вы наверняка фантастики слышали там в «Звездных войнах» и прочее. В общем, пока никаких надежд на то, что это все реально у нас нет. Давайте исходить с того, что мы будем лететь с обычными нормальными скоростями и с обычными нормальными доступными нам двигателям. Это могут какие-то иолные быть двигатели, могут быть какие-то солнечные паруса. Не важно. Но главное, что мы сможем пространство сжимать и искажать. Ну, по крайней мере, пока нет к этому подхода. Только теоретически, как практически это делать, мы вообще даже не знаем. Вот. Если исходить вот из этого, из такого реалистического подхода, то оценкой, на мой взгляд, является это какие-то доли, десятые доли или единицы процентов от скорости света. А автоматически это означает, что? Это означает, что лететь до ближайшей планеты нам придется от нескольких сотен, что было бы очень круто, до нескольких десятков, может быть, даже сотен, ну, десятков тысяч лет. Вот. Это все, как бы, плохая новость. В общем, две главных проблемы космонавтики будущего, это такие две R, это радиация и расстояние. На самом деле, это одна и та же проблема, и ее надо решать, как бы, как единое целое. Какие способы ее можно решать? Первый способ можно попробовать заморозить людей. Это, в принципе, очевидно, это все у нас знакомо по научной фантастике. Заморозили колонистов, привезли, разморозили, оживили, все круто, они там живут, работают. Чушь не работает. Почему? Потому что радиация. Дело в том, что на Земле вот эта вот штука сработала бы, мы можем взять какого-нибудь мамонта, да, мы можем взять какого-нибудь мамонта, заморозить, через 10 тысяч лет его разморозить, у него ДНК практически, ну, чуть-чуть, там может быть покоцается, но мы можем ее там клонировать этого мамонта, это на Земле, потому что здесь есть Солнце, которое защищает от галактических лучей, есть магнитное поле Земли, которое защищает от солнечной радиации. А вот в открытом межзвездном пространстве там радиация, она будет просто убивать ДНК, она вот за год убьет 30% вашего ДНК, замороженного, вот это вот, и вы довезете там уже трупики, которые разморозить не сможете. Вот. В общем, есть такой концепт, он не как корабль, корабль тысячелетий или корабль поколений, он никак не связан вот со звездными войнами, там может быть слышали, как сокол тысячелетий, он состоит в том, заключается в том, что берется колония людей, большая, и она такая в запутой такой системе, в экосистеме путешествует в течение многих-многих поколений от одной звезды к другой, дрифует там с небольшой скоростью, такой разумной, небольшой скоростью, чтобы ее там побило. Велайон сменяется поколение, воспроизводится культура и воспроизводится целей, задачей полета, экипажа. Проблем это очень классно, потому что живая клетка способна ремонтировать свою ДНК. Мутация случилась, радиация побила какой-нибудь фрагментик, клетка может ее восстановить. Это хорошо. Возомороженная клетка этого делать не может, там будет просто это все накапливаться постоянно. А живая клетка может ремонтировать сам себя, поэтому живых отправлять разумнее, чем тушки мороженой. Это хорошая новость, но если плохая, для того, чтобы эта колония в принципе имела смысл, надо отправлять очень много людей, надо отправлять сотни, тысяч, миллионы, может быть, человек. Еще эти все эти люди должны быть очень генетически разнообразны, потому что если будет мало, то естественно отбор из тысячи, например, колонистов к концу полета оставит двух или вообще ни одного, просто убьет их. А чтобы генетическое разнообразие поддерживать, чтобы вид так существовал, нужно много, надо сотни тысяч. Вторая причина это ресурсов не напасешься, представляете, сколько людей, ходят, дышат, едят, питаются, какой объем до этого григантский нужен. Все это нужно защищать от радиации, со всему этому нужно цеплять топливо, которое туда их все будут толкать. Это все очень дорого, вообще не понимаю, как это можно сделать ресурсами планеты Земля. Возможно, когда мы освоим всю Солнечную систему, у нас ресурсы для такого проекта появятся. Ну, точно они в этом столетии. В общем, к двум главным проблемам межзвездной космонавтики добавляется третье, это ресурсы. Еще одна сложность, мы привыкли здесь на Земле, что мы при необходимости черпаем энергию из Солнышка, оно рядом, оно греет, оно светит, мы можем использовать панели какие-нибудь солнечных батарей, мы можем растения выращивать, есть их. Межзвездами это все не работает, потому что до звезд далеко, и до своей, и до чужой. И поэтому можно выкрутиться вот таким вот образом, можно по дороге этот газ межзвездный ловить, это в основном водород, на 99% синтезировать гелий, освобившуюся энергию использовать. Но для этого надо вот эту технологию освоить, которую мы пока еще не освоили. Вот. Термоядерный направляем к термоядерному ситосам. Следующий шаг. Мы можем решить эту проблему вообще радикально, не отправляют туда живых людей, а отправляют туда клетки. Потому что в какой-то момент каждый из нас был одной единственной клеткой, об этом принято забывать. Зиготы, это как бы яйцеклетка мамы, плюс сперматажает папа, вот они объединились, из этой зиготы может вырастить человек. Его можно заморозить, привезти на место, где провести ее, привезти ее к звездосистеме, нужно и разморозить, оживить, и вывести таким инкубаторским способом человека. Можно будет в будущем. Почему это выгодно? Потому что провести триллион клеток можно будет в объеме не знаю там какого-то баскетбольного шара, который можно прекрасно экранировать от радиации. Легко. Если в этом триллионе клеток 2, 3, 3, каждые 9 из 10 клеток будет побитой радиацией, это не страшно, потому что оставшиеся нам хватит вполне. В принципе, в принципе, это все круто. Это более перспективно, но для этого нам нужно несколько проблем. Во-первых, это будет меньше пищи, вместе груз по массе, потому что груз большой, это топливо, энергия. Второе, если корабль вдруг не долетит или долетит не туда, вдруг эта планета непригодна для жизни, это не проблема. Если мы отправим туда колонию людей живых, это проблема. А если отправим клетки, это не проблема. Можем тратить клетки вообще по всем звездам. Какая-то из них долетит, какая-то заживет. И самое главное, маленький объем клеток может защитить радиацию, а большую колонию людей живых защитить от радиации довольно трудно. Нужна инкубаторская технология, нужно из клеток научиться в искусственных условиях выращивать людей. Дальше их надо будущее воспитывать, учить. Как-то этим будут заниматься, видимо, разумные роботы, которых тоже надо научиться делать для начала. Третий путь, он, в принципе, логично истекает из предыдущего. А вообще зачем нам клетки, зачем нам живую материю перевозить, если она не выдерживает эту радиацию? Может быть, просто отправить туда роботов, снабдимых знаниями, пользуясь которыми, они на месте смогут создать колонию, устроить все нам нужно, терраформировать, если надо, и создать нужные формы жизни, просто используя знания о том, как можно синтезировать из местных элементов формы жизни. Нужно здесь нам человечество, которое будет иметь крылья, будет нам иметь человечество, которое будет дышать разреженным воздухом. Это не будет проблемой, если мы будем перевозить знания, а не жилую материю. И будут это делать роботы, которые более-менее устойчивы к радиации. Вот такой вот есть путь радикальный. Вот такая вот картиночка. Подзанность подведем итоги в виде тезисов. Первое, что мы узнали, это то, что на Марс, скорее всего, будут отправляться смертники, потому что мы не сможем обеспечить им безопасный полет обратно, а второе, мы не сможем обеспечить долгую и комфортную жизнь на Марсе. В ближайшие лет 50-то точно. Следующий факт, видимо, в ближайшие лет 25-30, может и больше. Ну, в общем, в Марсе, скорее всего, не полетим. Всякие проекты, которые там обещают сделать к 25-му году, потом к 35-му, они автоматически продлятся в 45-й год, уверяю вас. В общем, в этом столетии, скорее всего, мы не полетим, мы обеспечены причины, это ресурсы, опять же, радиация. Нам надо будет заниматься биоинженерией людей, с которыми мы хотим шансы свои увеличить. И самое главное — это роботы. Видимо, это в ближайшей космической перспективе роботы — это единственный наш шанс, что-то новое узнали вселенной. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.